Всем привет, друзья! Сегодня суббота и наконец-то наша семейка выбралась на совместную прогулку. Мы уже, наверное, недели три никуда все вместе не ходили. Папа наш только с работы пришел, бедный, кофе попил и выводит нас на прогулку. Может быть, дождь начнется, мы еще не знаем, что у нас получится, куда мы пойдем. Сейчас поедем и посмотрим. У нас были два таких события, хотим где-то отметить немножко. Дживин у нас сдал экзамены. Стоит моя хата с краю, никого не знаю. Сдал Дживин экзамены и еще у нас было такое мероприятие. У нас было 19 октября. У нас было 19 лет, как мы поженились. Вот мой подарочек. Помните, муж у меня засматривался в магазине на смарт-вотч, хотел купить себе. Ну так получилось, что мне купил. А я ему наушники подарила. Друзья, мы решили приехать к морю. Здесь что-то строят и ремонтируют. И будет скоро очень-очень красиво. Здесь все такое немного разваленное в этом парке. Какой-то ремонт идет, стройка. И представляете, из-за чего мы еще только что поругались. Я взяла камеру из сумки записать, ну там в начале видео, возле машины. И поставила рядом с машиной, у нас на парковке стоял, стоит скутер. И я поставила вот эту сумку с этими микрофонами, со всеми причиндалами для камеры. Я поставила на этот скутер, и я эту сумку забыла. Мы уехали, приехали на море. Говорю, сын сзади сидит, говорю, дай мне из сумки микрофон достань, потому что здесь море, волны. Здесь без микрофона будет плохо. А он говорит, а где сумка? И я вспомнила, что я ее оставила на скутере. Ну, я надеюсь, ее, конечно же, никто не украдет, но уже и настроения гулять тоже нет. У Джекейша сразу ноздри расширились. Расширились, как у дракона он такой. Закипел весь. На меня такой посмотрел. Ой, в общем, пошли они там мороженое где-то кушать. Ну, а я уже решила рассказать вам, из-за чего мы с ним еще поругались сегодня. Ну, собственно, из-за чего мы в основном обычно ругаемся. Самая такая частая причина ссор наших, ну, конечно, разное бывает, но самая частая причина, это, конечно, из-за ребенка, из-за Дживина. Вот сейчас экзамены сдал, вчера последний был. И мы прям с облегчением вздохнули, потому что для нас это всегда такой стресс, эти экзамены вы себе не представляете. Почему-то он, ну, как-то сам не хочет. Его заставлять надо учиться. Я не знаю, уже взрослый, седьмой класс. Человек должен понимать, что это ему надо, но он не хочет. Он не хочет, его надо заставлять. Он такие причины придумывает. Говорит, а я не хочу из-за того, что вы меня заставляете. Хорошо, говорим, мы тебя не будем заставлять. Но я смотрю, он целый день сидит. То телевизор смотрит, то еще что-то. Или взял, готовится, смотрю, книгу, вижу, фигу, как называется, понимаете. И Джекейш целый день на работе. Слава богу, он этого не видит. Но я на это не могу смотреть. У меня прям, ну, сердце кровью обливается. И Джекейш сказал, я проверять ничего не буду. Он у нас сходил, Дживен, раньше на дополнительные, на это туша. Но тоже толку нет. И уже мы решили отказаться от этого. Вообще на эти дополнительные занятия здесь помешаны все. Здесь ходят дети даже с первого класса. Я помню, у нас сосед жил как-то, мальчик, на два года старше Дживена. Когда мы только приехали, Дживен учился в ЛК Джима, был четыре. А соседу было шесть годиков, мальчик учился в первом классе. Представляете, у него бабушка и дедушка были учителя. Но его каждый вечер дедушка возил на вот этот тушен. В первом классе, представляете. Мы вот впервые в седьмом классе вот это взяли попробовать. И это очень много времени занимает каждый день возить, а толку нет. Попробовали онлайн, тоже толку нету никакого. Поэтому пока мы отказались от этих тушенок. Мы посмотрим, конечно, как он сам готовился к этим экзаменам, полностью сам, как он их сдаст. Джекейш мне говорит, я, говорит, в школу на этот открытый день. Ну, родительское собрание, говорит, я не пойду сама иди, говорит, мне стыдно. Вообще, да, третьего класса у нас Дживен учился. Он как отличник был. Это здесь вот этот ранг A1. Это самый высший в табеле. A1, потом идет A2. Ну, покажу я вам как-то вот как здесь эти оценки. Они расскажут вам. А сейчас у него... А, потом два года же онлайн было. Тоже оценки были хорошие, но дисциплина просела капитально. Дисциплина просела. И успеваемость тоже. Что там это онлайн обучение? Это так себе. И потом, получается, третий, четвертый, пятый, да, были онлайн. И вот это шестой уже пошли нормально в школу. И у нас уже такие оценочки были. Не A, а уже и B, и даже C были. Это, считайте, можно сказать, тройки. А сейчас он пишет экзамены, там на баллы. Например, 80 баллов. Тест. И сколько он там наберет? Ну, говорит, 60 будет. Все, кроме хинди. Я вам рассказывала, ему на хинди плохо стало. И он чуть в обморок не упал. Меня в школу вызывали, я его ходила, забирала. Так что не знаю. Джи Кейш за эти экзамены тоже переживает очень. И вот из-за чего мы с ним всегда ругаемся? Это вот из-за Дживина. Что-то он сотворит или что. Ну, вы понимаете, что... Не то, что он у меня какой-то там криминальный или как мне. Там одна зрительность написала, что он у меня агрессивный. Почему? Я не знаю, почему она решила, что он агрессивный у меня к сверстникам. Он нормальный, обычный подросток. Я вам честно говорю. Нормальный, обычный. Я была хуже, чем он. Намного хуже. Я еще помню. Я еще не такая старая, чтобы не помнить, какая я была в 16 лет. Конечно, не в 12. В 12 я была еще, можно сказать, ребенок, как я чувствую себя, помню. Ну, вот такие вот дела. Ладно, темнеет. Поедем, наверное, домой уже эту сумку забирать. Рассказываю, за чего мы с тобой поругались. Вообще, самая частая причина наших ссор, это... Скажи, что это? Бурундук стоит. Бурундук стоит. Уже взрослый бурундук, выше мамы. Мне кажется, это во многих семьях. Я помню, что мои родители тоже очень часто именно из-за нас. Они у меня, когда начинают выяснять отношения, они просто как бы разговаривают друг с другом. Но они такие громкие. Это все индийцы. Они громкие, понимаете? Они так, ну, как кричат друг на друга. А я этого не люблю очень. Вот эти разговоры на повышенных таких громких тонах. Это просто меня из себя просто выводит. И бывает такое, что Джекейш со мной тоже вот так громко разговаривает. А я на него говорю не Арина, меня начинают тоже повышать голос. А тут же, ну, понимаете, жена ж не должна нам уже голос повышать. Ну, не только в Индии, а везде, наверное. И вот из-за этого у нас такие ссоры и не случаются, в общем, друзья. Видите, как у нас стемнеет быстро. Бахи уже стемнело. Ну, здесь, конечно, еды везде продают. Видите, чай сидят, люди пьют. Всякие штучки жареные. Такие красивые. Вот перчики такие жарят. Води называется. Панипури, кукурузка. Водичка сладкая. Мороженое. Ну, в принципе, все одно и то же. Вот о море. Пройдемся к морю, давайте погуляем. Мои мужики опять куда-то убежали. Называется, мы вместе погуляли. Просто я вам честно скажу, когда я снимаю, им как-то со мной не очень интересно. Не то, чтобы они там сниматься не хотят там или что, но они начинают там. У того прическа не так, тот не так встал, тот не так оделся и начинается. Они у меня любят больше дома сниматься, чтобы ветра не было, чтобы была прическа красивая, чтобы все было хорошо слышно. Посмотрим, или рыбаки есть в море. Да, немножко есть. Вон немножко, видите, вон огоньки. Ой, палец опять сунула. Опять ругаться будут. Тут прям, видите, среди лодок вон торговля. Ну, когда на море приходишь, знаете, такой аппетит разыгрывается. Всем хочется покушать, чего-то попить. А еще с детьми все. Видите, сколько людей, да? И какие-то лампочки мигают на сетке. Интересно так, что это? Буйки. Чтобы ночью видно было наверх. Смотрите, и на лодках такие есть. Барабанчики продают. Вон чертик сидит с рожками. Рожки продает. И мыльные пузыри. Драгоценности. Вон. Всякая тахо. О, нет, нет. Венда. Не надо. Слава богу, мне барабаны уже не надо. Ой, мама. Ой, какой ты красивый. Такой прикольный этот попугайчик. У него когтики такие остренькие. Хорошенький такой. Ну, так вот тоже люди деньги зарабатывают. Все-таки расскажу. Все-таки расскажу немножко про оценки у нас в школе. И, то есть, видите, вот так, это так девинутился. Я надеюсь, что вам видно. Вот так он отличникам учился. Был почти как так в школе номер один, иногда номер два. Все-таки девочка была в классе Илюши. Ну, нет, я сначала пробовали. У нас девятибалльная система. Я немножко посмотрю, чтобы рассказать. То есть, дальше если 100 брать, 90 до 100%. Это А+, 80 до 89% идет А, потом дальше идут 70, 79% это Б+, 60, 69% это просто Б, 50, 59% это С+, 40, 49% это С, 30 до 39% это Д+, и 20 до 29% это Д. А дальше, в самой последней балльной системе идет Е, то есть, это менее 20%. В год бывает 3 или 4 экзамена, зависит от школы. Там это нормально, то есть, дает возможность еще сдать, но самые последние экзамены, когда переведут в другой класс, ну, если меньше, чем Е, это уже студент будет уже второй год остаться на том же самом классе. Вот такая система. И что такое, ну, я понимаю, 90 с периодной возраст все-таки, но я уже два года, то есть, это все началось, вы видели оценки, он очень хорошо учился в школе, после локдауна, я думаю, что много детей сейчас такие, преподаватели тоже говорят, и он просто перестал, у него интерес потерял к учебе, и он просто не хочет. После того, как многочисленные события мы даем все равно, у него желания нет. То есть, мы друг к другу воюем, это самая большая проблема, это речь идет, почему мы ругаемся, потому что мы с Девином ругаемся, и это переходит на наши общие ссоры, ну, я уже понял, уже, по-моему, это недавно, то есть, уже месяц, наверное, я уже понял, чтобы это, я сделаю травму для него, и мы все нервничим, поэтому я даю возможность, надеюсь, он скорее поймет, что все-таки нужно учиться, и у нас и конкуренция тоже большая, но у него он сейчас на седьмом классе, и я надеюсь, чтобы он это все исправит, он наконец-то поймет, что нужно все-таки позаниматься. Ну, вот так, наверное, все рассказал. Напиши, скажи, чтобы ему советы дали, как нам его вразумить, поддержку, и с ним уже и дедушка, и бабушка, и тетя, и дядя, все, все, сестра, сколько с мужем с ним говорили. Ну, он говорит, что мне такой медалитект сейчас, это никто уже не может, может быть кто-то, который имеет феррари, знаете, сейчас вот в интернете столько людей показывают, чтобы в школу не надо ходить, вообще не надо учиться, и они ездят на феррари, всякие машины, большой дом, а как дети, дети думают, зачем я буду учиться, само собой, я прекрасно понимаю, зачем, я потом буду зарабатывать, но они еще не знают, чтобы это тяжело дальше копейки зарабатывать. Ну, не знаю, надеюсь, все будет нормально. Вот так. Спасибо. Что ж, друзья, ждем ваши советы, комментарии, у кого дети, подростки, может быть, внуки, у кого такая же ситуация, пишите нам, как вы с этим сейчас справляетесь, это очень важно, потому что сейчас такое время, конечно, если это все запустить, то потом можно уже и не выгрести, правда, но и нервничать по этому поводу мы тоже уже больше просто не в силах. Такие вот дела. Так что спасибо вам, дорогие наши, за ваше время, за просмотр, не забудьте поставить нам лайк, если мы заслужили, написать комментарий. И пока пока. Подписывайтесь тоже, мы часто забываем это, говорите для наших новых зрителей, пожалуйста, подписывайтесь и смотрите до конца, это самое главное, потому что от этого зависит, YouTube нас продвигает или нет. Время просмотра очень важное, поэтому, если вам не скучно, пожалуйста, посмотрите до конца. Ну что, попрошаемся? Да. Все, спасибо, пока, пока. Всего вам самого хорошего, да, приятных выходных, воскресенье впереди. Мы же сегодня выпустили. Ну, постараемся сегодня выпустить. Все, бай-бай. Все, бай-бай.